Добрый день, глубоко уважаемые президиумы, глубоко уважаемые коллеги. Продолжение темы, это интереснейшая тема по криовоздействиям. Мы хотим представить свой небольшой опыт. И здесь, пользуясь случаем, в столь уважаемой аудитории, хотим показать свои данные, ну, собственно, про криоабляцию, но в контексте навигационных технологий, о которых сегодня уже много говорилось. Мы хотим представить несколько другой взгляд с теми технологиями, которые у нас представлены в нашем онкоцентре. Ну, актуальность. Безусловно, чрезкожная криоабляция, она является высокоэффективным методом лечения болевого синдрома. При метастазах в кости, в общем-то, не требует доказательств, по сути, это и так очевидно. О чем хотелось поговорить, что на сегодняшний момент, наверное, в большинстве центров, которые опубликовали те данные, которые мы имеем, большинство криоабляций выполнялось под КТ-навигацией, о чем сегодня уже Илья Александрович подробно рассказывал. И, опять же, уже было сказано, что ультразвуковая визуализация практически не используется для криоабляции опухолей костей в силу объективных причин технологии. Она прекрасная, она восхитительная технология ультразвуковой визуализации, но в данной ситуации она неприемлема. Но, собственно, компьютерно-томографическая навигация, спиральный компьютерный томограф имеет ряд существенных ограничений для использования в интервенционной радиологии, в интервенционной онкологии, в частности. Часть этих недостатков была озвучена, мы хотим перечислить еще дополнительные. Это высокая стоимость оборудования, и, по сути, у нас в стране практически нет ни одного отделения рентгенохирургии, оснащенного томографом. Низкая доступность для практического здравоохранения, и об этом говорили, что не всегда пускают хирургов в лучевую диагностику, там, где эти аппараты есть. Большая лучевая нагрузка, это правда, на персонал и пациентов. Трудность позиционирования криозондов, а иногда практически это невозможно сделать на спиральном томографе, когда есть несколько углов атаки, да, то есть мы можем атаковать только по оси Z, не изменяя угол наклона, или если угол наклона очень большой. И, что самое главное, это невозможность трехмерной визуализации в режиме реального времени. Это правда. Такого в компьютерной томографической навигации нет. И вот недавно я готовил доклад по возможностям визуализации в интервенционной онкологии, и вот этот слайд нашел, и он меня очень впечатлил. Вот я хотел вам показать. Первый ангиограф был выпущен на рынок 45 лет назад. Это компания Siemens, сериограф первый, в 1975 году. И вот, что мы имеем сегодня. Я имею в виду в ангиографическом оборудовании. Это уже 10 лет назад фотография сделана, но это вот роботизированная ангиографическая установка. Что это? Линейный рост? И, безусловно, конечно, это не линейный рост. И, в первую очередь, это связано с введением роботов и с созданием технологии плоскодетекторной компьютерной томографии, которая фактически на сегодняшний момент привела к полной смене парадигмы. Парадигмы интервенционной онкологии. Почему? Потому что на сегодняшний момент операционное пространство в интервенционной радиологии не является больше двухмерным, а, по сути, является трехмерным и трехмерным в режиме реального времени. Я хочу, чтобы все это запомнили на сегодняшний момент. Это единственная технология, единственная в существующих мире, которая дает нам 3D-навигацию в режиме реального времени. Других технологий пока нет. Так вот, что в итоге? Внедрение плоскодетекторной компьютерной томографии фактически ликвидировало разрыв в визуализационных технологиях в отделениях диагностики и в интервенционной онкологии, поскольку сделано изображения трехмерными. Кроме того, применение плоскодетекторной компьютерной томографии привело к тому, что в тех отделениях, где используются эти технологии, трехмерной визуализации, навигации, они улучшили результаты лечения. То есть мы все знаем, что все остальное – это никакое отношение к реальности не имеет. Главное, что улучшает результаты. Так вот, эта технология улучшила результаты лечения и на сегодняшний момент становится неотъемлемой частью интервенционной онкологии. Почему это происходит? Потому что плоскодетекторная томография имеет ряд бесспорных преимуществ перед другими методами визуализации. Это и открытый контур гентрии, высоковременное разрешение, очень высокопространственное разрешение, колоссальная доступность для практического здравоохранения, потому что все отделения рентгенохирургии на сегодняшний момент имеют ангиографы с функцией ПДКТ. И, как я уже сказал, это единственная технология, позволяющая выполнять навигацию в режиме реального времени для стереотоксических вмешательств. Целью данного исследования, опять же, пользуясь случаем выступить на такой конференции, уважаемой, было оценить возможности использования ПДКТ с функцией 3D-навигации в режиме реального времени как альтернативной технологии визуализации, навигации и мониторинга при проведении чрезкожной криобляции опухоли костей. За два года, с 2016-2018 год, нами было пролечено 12 пациентов с болевым синдромом, условленным метастатическим поражением костей. Использовали ангиографическую установку, установленную в нашем онкоцентре, Артизи Флор, компанией Сименс. И криогенная система, как вы все хорошо знаете, которая у нас работает, это единственная в России функционирующая установка компании Галиль Медикаль, это Сиднет Голд. Первым этапом выполняли плоскодетекторную компьютерную томографию, либо без контрастирования, либо если нужно было визуализировать мехкотканный компонент опухоли, то мы использовали внутривенный контраст. Хочу также напомнить, что впервые в мире внутривенное контрастирование с использованием ПДКТ было использовано нами, описано в литературе, то есть это был 2008 год. На сегодняшний момент широко применяется, не только у нас в отделении. Так, после осуществления 3D-сканирования осуществляли уже планирование траектории установки криозондов на рабочей станции. Как это происходит? Ну вот здесь вот видно, здесь для биопсии мы использовали, то есть сначала выполняется сканирование, и затем в 3D-пространстве чертится, прочерчивается траектория, по которой в дальнейшем устанавливаются аппликаторы. Эта траектория отражается на флюороскопических мониторах в любой проекции. Кроме того, мы можем оценивать этапы продвижения путем повторного сканирования. Ну, здесь еще один пример. Образование глубоко расположено, а также чертим траекторию, и на флюороскопическом мониторе можем наблюдать этапы продвижения во всех проекциях существующих. Под контролем 3D-навигации в режиме реального времени устанавливали необходимое число криозондов, использовали либо криозонды IceRod диаметром 1,5 мм, или IceAge, это 2,3 мм, в соответствии с намеченными траекториями атаки. Затем выполняли повторное сканирование для того, чтобы убедиться, что криозонды расположены в опухоли адекватно, после чего осуществляли двукратное замораживание. Ну вот здесь пример использования повторного сканирования. То есть вот на левом снимке видно 4 криозонда, установленные в метастатический узел в подвздошной кости. И второе сканирование, мы видим четко вот это формирование ледяного шара, так как пресловутый IceBall, насколько адекватно он закрывает необходимый таргетируемый объем. Продолжительность циклов замораживания в зависимости от размеров опухоли установленных криозондов варьировала от 10 минут до 20 минут в зависимости. И, соответственно, проморозку, процедуру криобляции продолжали до тех пор, пока границы ледяного шара не выходили за границы опухоли как минимум на 10 миллиметров. Размеры ледяного шара оценивали по данным по ДКТ, без контраста, который выполняли один раз или при необходимости более. Ну, вот здесь интересный пример. Посмотрите, очень интересно. Процесс формирования ледяного шара. Вот это опухоль правого ребра и установлены три криозонда. Посмотрите, хотя производители анонсируют, что процедура криобляции должна занимать 10-15 минут, но мы видим, что если мы включаем установку на 25 минут, то размеры ледяного шара продолжают увеличиваться, что нам дает определенные дополнительные возможности в манипулировании этим процессом. Ну, вот здесь пример модификации в процессе чрезкожной криобляции. Опять же, опухоль правого ребра. Худая женщина, поэтому здесь два приема мы использовали. Первое – это гидродиссекция. Видите, столько физраствора. Большой объем физраствора был введен для того, чтобы приподнять кожу, для того, чтобы ее не повредить. И дальше, при первом сканировании мы увидели, что часть патологической ткани, она не попала в ледяной шар. Можно повторить процесс, оттянув криозанды и повторив процесс замороживания, таким образом увеличив вероятность радикальности процедуры. Результаты. Значит, по локализации опухоли располагались в подвздошных костях. У семи пациентов, в крестце три, и в поражении ребер наблюдалось в двух случаях. Применение ПДКТ во всех случаях позволило адекватно визуализировать опухоль. Использование 3D-навигации дало возможность точно позиционировать криозонды в целевых очагах, в том числе при наличии двойных углов атаки. И все проведенные вмешательства были расценены как технически эффективные. Снижение болевого синдрома в среднем с 7 до 3 баллов в течение первых двух суток наблюдалось в 11 случаях, что составило 92%. У всех пациентов отмечалось и дальнейшее прогрессивное снижение болей в течение последующих нескольких недель. Только у одного больного мы не отметили снижение болевого синдрома, что было связано с возникновением патологического перелома. Использование ПДКТ. И здесь, да, я просто хотел, пользуясь случаем, показать еще... Георгий Георгиевич говорил об этом, хотя это не входит в тему доклада, но вот здесь мы применяли криобляцию для замораживания нервных стволов при выраженном болевом синдроме, также с очень хорошим эффектом, но это, наверное, тема последующих докладов наших будет. Таким образом, использование ПДКТ с функцией 3D-навигации в режиме реального времени является эффективной методикой визуализации навигации, мониторинга при проведении чрезкожной криобляции опухоли костей. И ПДКТ с функцией 3D-навигации в режиме реального времени может использоваться как эффективная альтернатива спиральной компьютерной томографии и МСКТ-скопии в повседневной практике. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы к Павлу Васильевичу. Я бы хотел узнать таких установок и этой технологии возможности использования, как широко они имеются у нас в городе и в стране. Уважаемый Георгий Георгиевич, значит, все современные ангиографические установки, которыми оснащаются отделения в России, ну это 4 основных производителя, они все оснащены этой опцией по ДКТ. Ну, то есть, они, как сказать, технологически имеют возможность подключения этих опций, скажем так. То есть, было бы желание у доктора... Ну, все отделения рентгенохирургии, они могут использовать эту технологию на сегодняшний момент совершенно точно. Ну, отлично. Это вдохновляет. Спасибо.